Добрый день, тепловая сеть. А вы в курсе, что ваш ларек стоит на тепловой сети, на тепловой трассе? Вопрос поверх продавца торговой точки в недоумении. По ее словам, с документами все в порядке, а о том, что киоск стоит в охранной зоне теплотрассы, она слышит впервые. У нас в смысле все делали это измерение все, короче говоря, у нас все, по идее, по документам нормально. Хотя и без документов, невооруженным взглядом видно, что задняя стенка магазина упирается в теплотрассу. Сотрудник предприятия тепловых сетей показывает, где расположена труба. От этого трубопровода отапливаются 46 многоэтажных домов. По закону, ближе чем в трех метрах от теплотрассы располагать никакие строения нельзя. Владельца просят предоставить документы, подтверждающие право построить магазин именно здесь. Если их не окажется, торговую точку придется перенести. По городу Самаре более восьми сотен таких проблемных мест. Когда мы с этим сталкиваемся, решаем проблему с привлечением районных администраций. Если не находим понимание с собственниками, город подключается, помогает по обеспечению доступа и своевременному ремонту. А этот киоск и вовсе стоит прямо на трубе, создавая дополнительное давление на теплотрассу, а значит и угрозу того, что все 46 домов могут остаться без отопления. У меня приехали тепловые сети и говорят, что мы стоим прямо на магистрале. И вот хотят, чтобы вы подъехали и что типа нужно убирать киоск. Под этим газоном проходят две трубы теплотрассы, прямая и обратная. И видно, что киоск находится как раз на одной из труб. И здесь недавно проводили ремонтные работы в опасной близости от киоска. Но самое страшное может произойти в случае порыва. Тогда киоск вместе с продавцом и покупателями может оказаться в яме с кипящей водой. По какому праву были установлены эти киоски, еще предстоит выяснить. Документы хозяева торговых точек должны согласовать с ПТС. Олег Зверев, Максим Гусев, События.